Скандалы, расследования. Это, конечно, хорошо. Но куда приятнее обсудить наряды. Кто и в чем появляется на красной дорожке? На недавно прошедшей премии телеканала РОТВ модным критикам было где разгуляться. Десять образов сменила за церемонию ведущая Регина Тудоренко. Стилист работал полтора месяца, а подготовка образа для дорожки заняла больше двух часов. Это... Да, захотелось на лице тоже чего-то космического. Кстати, свой лук Регина оценивает вполне конкретно. Машина, да, такая. Хороший... Нет, да, внедорожник. Машина для путешественника. Почти школьницей на выпускном балу чувствовала себя Виктория Боня. После жесткого хейта своих нарядов в сети она остановилась на платье, которое вообще не показало подписчикам. Это платье, это, это. Или, думаю, ну, добавлю, типа, против всех. Думаю, они же не проголосовали. Против всех проголосовали мне мурашки. Я злилась на них. А у мужчин спросила, какой макияж они хотят. Они захотели стрелки. И вот... Принцессами из сказки чувствовали себя Ксения Бородина и жена текилы. А образ для Асти подбирал ее муж. Все время была какая-то проблема с нарядом. Либо он не подходил. Я плакала. Я истерила. Я не могла собраться. И вот сейчас мы настолько вместе командную работу проделывали, что я всегда на премиях с иголочки. Все хорошо. Я подготовлена. Как всегда, элегантно выглядела генеральный директор русской медиагруппы Любовь Маляревская. Платье глубокого синего цвета с сияющими пайетками максимально выигрышно смотрелось на звездной дорожке цвета маджента. Генеральный директор русской медиагруппы Любовь Маляревская. Любовь Аркадьевна, вы всегда потрясающе выглядите. И сегодня, я уверен, что с нашими зрителями мы можем спеть песню Валерия Меладзе «Как ты красива сегодня». Расскажите, пожалуйста, что вам помогает всегда оставаться в такой потрясающей форме и так потрясающе выглядеть? Тут, наверное, резонно сказать, что тяжелый труд, дисциплина и так далее. Но на самом деле наше счастье, оно изнутри. Поэтому это настрой, это настроение, которое нам дает музыка, которую мы слушаем на наших радиостанциях, которую смотрим и слушаем на телеканале РУ-ТВ. А какая ваша любимая такая песня? Какую музыку вы сегодня слушали, чтобы настроиться на этот вечер? Ой, такой сложный вопрос, потому что мне нравится все, что у нас звучит. И мне прям как-то трудно выделить фаборит. Но, конечно, ту песню, которую вы назвали, мне она очень нравится. Я с вами абсолютно согласен. Какие вот сейчас эмоции вы испытываете, когда все это уже состоялось, начинается? Я испытываю только положительные эмоции. Я очень счастлива, что я здесь. Желаю большого успеха артистам. И, конечно, отдельная благодарность зрителям, которые будут в зале и те, которые будут нас смотреть в онлайн. Кстати, все билеты у нас разброданы. Это значит, что все очень ждали, и мы делаем что-то правильное. Я абсолютно согласен. Любовь Аркадьевна, я желаю вам потрясающего вечера. Космическая тематика церемонии в полной мере была раскрыта Кариной Кросс. Немножко осыпала Митю Фомина и пайетками певицу Ёлку. А теперь перейдем к Very Hot нарядам. Идеальную фигуру Полины Гагариной и наряд, который это максимально подчеркивал, оценили все. Пикантный комбинезон Веры Брежневой и отсутствие нижнего белья тоже не остались без внимания. Я сегодня думаю, кто-нибудь же меня потрогает здесь. Я думаю, девочка. Юля, Боря. Да, прости, пожалуйста, только Юля. Боже, это самое приятное. Что вообще за сегодняшний вечер со мной произошло. Против лифчиков и Марии Краймбери. Под ярким латексным нарядом белья тоже не обнаружилось. Заклеены сосочки, все прилично, 18+. Я нормально сегодня выгляжу. Белье должны носить девушки как минимум со вторым или третьим размером груди. Мне так не портануло. Я тоже так считаю, поэтому я, собственно, даже не заклею. Красиво же. Так сексуальнее, так секси, так классно. Уже после церемонии в эфире РУТВ стилист Александр Рогов не оценил образ Сергея Лазарева. Да, он как нарядится, но вот что это за депутат? Сереж, ну как можно на красную ковровую дорожку прийти в классическом костюме, в клетку, в черной рубашке и в галстуке? Ну, для меня это суперпресно. Это очень скучно. Зато назвал Макса Барских самым прогрессивным в плане стиля на премию РУТВ. Офигенный кожаный костюм. Очень классно смотрится все это при свете. Потому что, несмотря на то, что костюм черный, идет отражение вот этой глянцевой поверхности, и мы видим какие-то интересные разводы. Все это на голое тело. И мне нравится, что здесь нет блесток ни на груди, ни на висках, как у некоторых других исполнителей. С этим бы, конечно, могла поспорить Зиверт, чей образ тоже был признан одним из самых интересных. Хотите еще раз насладиться звездными образами и зарядиться нереальной энергетикой шоу? Смотрите повтор юбилейной премии телеканала РУТВ 14 июня в понедельник в 13.00.